Приветствуем вас, дорогие зрители, в последнем на этой неделе выпуске 3D News Daily с подборкой свежих новостей из мира хай-тек. Instagram тестирует новую функцию совместных онлайн-трансляций. Не в смысле показывать себя, а потом переводить камеру на друга, а в смысле приглашений для других пользователей. Если приглашение принято, экран разделяется на две части, при этом комментарии и все остальное происходит как обычно. Интересно, что добавлять или отключать друзей можно прямо на лету. Кто-то наверняка использует это для организации интервью или комедийных зарисовок. Сейчас функция доступна ограниченному числу тестировщиков, а глобальный запуск состоится в ближайшие несколько месяцев. Facebook приступила к развертыванию видеоплатформы Watch. Со вчерашнего дня она стала заменять вкладку видео в приложениях Facebook для Android, iOS и Web. Поначалу только для пользователей США, со временем и во всем мире. С помощью Watch крупнейшая социальная сеть рассчитывает вступить в борьбу с традиционным телевидением и YouTube. В новой вкладке пользователи найдут видеопрограммы, созданные на деньги Facebook, и ролики от сторонних создателей контента. Стартовый набор включает несколько десятков шоу различной направленности и продолжительности, от пары минут до двадцати. Также Facebook заключила соглашение с главной лигой бейсбола на трансляцию одного матча в неделю. Со временем содержимое вкладки будет пополняться и подстраиваться под ваши предпочтения, а поначалу туда попадут программы, которые нравятся друзьям. Сейчас Facebook напрямую платит создателям контента, а в дальнейшем рассчитывает переключиться на отчисления от рекламы. 45% себе, 55% авторам. Цукерберг и компания пожаловали к столу довольно поздно, тут уже активно хозяйничают Netflix, Hulu, HBO и Amazon. А если говорить о пользовательском контенте, то YouTube вообще вне конкуренции. Но не стоит недооценивать Facebook, ведь у нее много денег и еще больше терпения, особенно когда речь идет о таком большом и потенциально прибыльном сегменте. За искусственным интеллектом будущее. Microsoft предпринимает все нужные шаги для того, чтобы Cortana превзошла человека и сместила сатью на Dell'у с поста исполнительного директора корпорации. В последнем годовом отчете для комиссии по ценным бумагам и биржам редманский гигант заявил следующее. Цитата. Наша стратегия заключается в создании лучших в классе платформ и сервисов повышения продуктивности для интеллектуального облака и передового края, усиленного искусственным интеллектом. Сейчас цифровые дети машинного обучения развлекают нас своими успехами в Мисс Пэкмен и Го, но это только начало. От забавных чат-ботов, которые слишком быстро учатся расизму и другим плохим вещам, мы перейдем к настолько сложным и мощным системам, что ни о каком контроле речи уже не будет. А пока этот день не настал, подписывайтесь на наш канал и заглядывайте на 3dnews.ru за свежими новостями. До встречи, друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!